Едем в станицу Голубицкую на Азовское море. Посмотрим, есть ли там медузы. Плотненько идем, поток машин большой. Ну, здесь от Темрюка буквально 10 минут, и мы будем уже на центральном пляже. Пробка! Вот жесть! Ну, в общем, как всегда, это до Голубицкой. Ё-моё! Пробка у нас идет до Лукойла. Там поставили светофор. Как раз люди отворачивают на Голубицкую, а кто-то едет в объездную Голубицкой. Поэтому такой затор на дороге образуется постоянно, очень часто. Лавки по дороге. Видите, продают сейчас арбузы, дыни и помидорки. В Голубицкой и Темрюком находится козья ферма. Там сыр продают, всякое такое. Посмотрите, на обочине как раз сейчас гуляют козы. Их очень много здесь. Подъезжая к Голубицкой, начинаются вывески, сдаются жилье, жилье у моря, домик у моря. И так всю Голубицкую стоят на обочинах машины. Таблички вот такие вот. Видите? Кстати, кому интересно, мы можем подобрать вам жилье. У меня есть база. Так что номер оставлю под видео. Удобные номера рядом с морем. Видите, люди также останавливаются, уточняют, что будет, почем. И едут потом за этой машиной, показывают им номера. Но я считаю, что гораздо лучше приехать уже на место, чтобы ты не в никуда ехал, а у тебя уже был забронирован номер. Вот здесь мы будем поворачивать Голубицкую. Равка полная машин. Вот, кстати, цены на бензин. И едем мы на центральный пляж. По верхней части Голубицкой, по улице Красной. И потом вырулим на центральный пляж. К озеру грязевому. Вчера ночью прошёл очень сильный дождь у нас. Лужи даже не видны. Посмотрим, что у нас, какое море будет. Главное, конечно, чтобы не было медуз. Вот этого хочется больше всего. На днях были вечером. В Голубицкой смотрели на звёзды, на пляжи. Народу было совсем немного вечером. А тут сейчас днём, я смотрю, народ-то гуляет. Как раз не жарко, комфортно. Можете заценить, какая обстановка сейчас в Голубицкой. Несмотря на то, что сейчас ограничения в Краснодарском крае по заселению в большинстве отелей и гостиниц. Но, как видите, народу меньше не стало. Все снимают участников жильё. Нет, машин очень много, правда. С недавнего времени на центральном пляже появились аттракционы. Они вот сейчас будут справа здесь находиться. Ну, такие детские, чисто детские. Подъезжаем к центральному пляжу. Дорог, как всегда, в Голубицкой нет здесь. И, наверное, не предвидится. В общем, такая дорога и здесь. Заходим на центральный пляж. Уже заметила, что на грязевом озере очень много народу. Всё-таки, видимо, автобусы привозят именно туда. Сейчас самое главное и интересное будет всё-таки медузы. Есть или нет. На центральном пляже. На этом пляже мы не купались очень давно уже. В основном, всегда ездим в сторону Кавказа. Как-то там нам больше нравится, но раньше всегда туда, сюда ездили. О, господи, боже мой. Это что такое? Какой кошмар. Это что за ужас? В общем, медуз куча на берегу. Ситуация не меняется. Смотрите, единицы людей купаются. Пляж-то... На пляже вообще народу как бы нормально, да? Но почему-то никто не купается. Вот они. Огроменные фурнироты. И в воде я их тоже вижу. Пасмурно после дождя. Но зато не жарко. Видите, какие огроменные. Никто не хочет купаться, когда столько медуз. Их всех выбрасывает на берег. Честно, печальное, очень печальное зрелище. Посмотрите, как люди все стоят и смотрят. Не могут решиться, стоит идти в воду или не стоит. Кстати, запаха никакого нет. Что странно. Видимо, еще не успели они стухнуть на жаре. Но люди все-таки не хотят купаться, когда столько медуз. Видите, вдоль всего центрального пляжа медузы. Люди ловят их, выкидывают на берег. Сейчас еще дойду до озера. Возможно, кстати, что люди вот именно там сейчас купаются. в общем, очень-очень печальное зрелище. Только Черное море. Теперь только оно. Что, пойдем до озера, посмотрим. Здесь, кстати, организовали кемпинг. и въезд сюда теперь платный. Вот он, вот там вдалеке кемпинг. Многие спрашивали, где можно остановиться в Голубицкой, как вариант на центральном пляже, либо за Кавказом, за Северянкой. Видите, люди намазанные грязью. Но здесь грязь, конечно, имеет очень странный цвет. Такой какой-то коричневатый. Но здесь потому что грязь озерная. Видите, сколько народу. люди, оказывается, чумазами-то выходят вот из этой грязи. Сюда ее привозят тут такие как бы ванны. Здесь да, она привезенная. Все-таки лучше ехать на вулкан. Видите, какая здесь ванна. вулкан. А мы на днях были на настоящем вулкане Шуго. Очень интересное место. Вот там по-настоящему было круто, потому что ты понимаешь, что это реальный вулкан и непривезенная откуда-то грязь. Фотографии на память делают. Вот они цены. Взрослые 350 и детские 300 рублей. Вот такие вот еще горки поставили для детей. И вот такие вот батуты. в общем по ситуации вы все видите, что медузы есть. Люди неохотно лезут в воду. Хотя отдыхает сейчас в Голубицкой много людей. что едем значит на Черное море купаться туда.